В Сербухове вспоминают жертв политических репрессий. В этом году скорбную дату празднуют в 27-й раз. Она была установлена в 1991 году. Дети и внуки узников лагерей собрались около памятника невинно погибшим на территории собора Николы Беловых, где состоялась панихида. 30 октября в России отдают дань памяти тем, кто был подвергнут политическим репрессиям. За свои убеждения по национальным, социальным и другим признакам. Те, которые не согласны были с властью, ведь это не только не обязательно религиозное несогласие. Просто человек не желал принимать то, как власть решает действовать и строить свой строй в государстве. И таких людей с ними очень легко расправлялись. Их отправляли в лагеря, в ссылки. Большинство репрессированных из лагерей не возвращались. Жены и дети, осужденных по политической статье, становились изгоями, без кормильцев оставались на грани выживания. Отец Ивана Агафонова отказался вступать в колхоз, за что в 1931 году был отправлен в ссылку в Казахстан. Но вернувшись после отбывания срока, недолго пробыл на свободе. И все, что добралась до него власть, заставил его прийти, написать заявление, что он отказывает вступить в колхоз. Мы на печке лежали и пришли ночью. Он сват даже арестовал. Но отец, я помню, как он обувался, с погитом, говорит, и матери сказал моей, мать, береги детей, я не вернусь. И так и не вернулся. Мама, у меня это, работа, взяли ее на окопы в войну, вот, и она не вернулась. Мне было 8 лет, а сестренке 5 лет. 5 человек насосало сирот. Только в 6-м году мы узнали, она была в Саратовской области осуждена. И это заключение там было на 10 лет за слово, якобы. Лема Ким вспоминала сегодня родителей, близких родственников, сестер. Испокон веков мы жили, мои предки, жили на Дальнем Востоке. Вот их буквально за одну ночь перевезли в товарных вагонах, как скот, в Среднюю Азию. Поселили их на болотах. Эти болота осушали. Поскольку климатические условия совершенно были не такие, в которых они привыкли жить, то люди мерли пачками, можно сказать. Чтобы почтить память жертв политических репрессий, собравшимся не помешала плохая погода. К мероприятию присоединились десятки человек.